Итак, всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и я продолжаю кайфовать от очередного тура российской премьер-лиги. Просто то, что сейчас происходит, ну это просто какое-то гурманство футбольное. Сперва мы получили очень интересный матч Динамо и Оренбурга, потом настоящую битву по ИНН против Локомотива с неожиданной развязкой. И это был только аперитив. Главное блюдо было дальше. А это матч лидеров. Краснодар играл с Балтикой, ну и параллельно Зенит с Рубином. И учитывая то, что матчи шли в одно и то же время, получилось вообще невероятно интересно. А учитывая то, как эти матчи прошли в итоге и какие результаты мы получили, ну здесь просто кайфовать остается от того, что происходило сегодня вечером. Я, как и положено настоящему поклоннику футбола, включил два экрана, наблюдая за обоими матчами. И сейчас хочу начать разбор с противостояния Зенита и Рубина, где произошла, наверное, главная сенсация за последние недели. Рубин. Ну, скажем так, команда с определенными трудностями, которые на них навалились в последнее время. С кучей потерянных очков. И с кучей потерянных игроков, помимо всего прочего. Вот она приезжает в Санкт-Петербург играть против Зенита, который максимально нацелен на победу, на успех и на очередные три очка. И на тебе, Рубин обыгрывает санкт-петербургскую команду. Что это было? Как это вообще произошло? Ну, давайте обсудим. Но сперва, хотелось бы напомнить, что у меня есть телеграм-канал, где вы можете получить очень много интересного контента моего производства. Статьи, заметочки, любопытные статистические факты. Все это вас ждет в моей телеге. Плюс к этому, там же вы можете получить приятный подарок от нашего партнера, компании Пари, который предлагает вам фрибет в 2024 рубля. Как его получить? Нужно пройти по ссылочке в закрепленном комментарии. Там вы получите все инструкции и с их помощью получите тот самый подарок. В общем, не затеряйтесь. Ну и да, самое главное, не забывайте подписываться на мою телегу. Там много всего интересного. Хотя самое интересное, конечно, в этот день было на футбольном поле. Здесь было что-то с чем-то. Итак, давайте начнем с составов. У Зенита киржаков на воротах. В центре защиты Нино Родейгао, бразильская связка, справа Караваев, слева Алип. В общем, продолжается здесь чехарда на флангах. Ну, оно и понятно. У Зенита сейчас есть определенные трудности. Кому-то нужно дать отдых. И поэтому он остается в запасе. Кто-то травмирован, как Марио Фернандес. В итоге получается вот такая ситуация. Постоянно на флангах какие-то перестановки. В центре поле. Тут, наверное, все куда привычнее и понятнее. Бариос, Винделл, Клаудиньо. Зенитовская классика. Эта классика, это знать нужно. Настерия, Кассиера. Тут тоже все понятно. И тут, если брать полузащиту, атаку, главный вопрос, кто будет на флангах. Потому что здесь вариантов много. Артур, Педро и так далее. А здесь выбрали неожиданный вариант. Монтуан, мостовой. Ну, добавить сюда еще нападающего по фамилии М будет прям известная финансовая пирамида. На всякий случай осуждаем по первым буквам фамилий. Но и так получается неплохо. В рамках ротации с одной стороны Зенит дал отдохнуть многим ведущим исполнителям. То есть Артур и Педро появились только со скамейки запасных. Но учитывая, что и кубок был, и чемпионат, наверное, какая-то разгрузка им была нужна. Это с одной стороны, с другой, но, в общем-то, все равно, как бы, даже в рамках ротации люди не последние вышли здесь с первых минут. Поэтому тут, в общем-то, ничто не предвещало беды для Зенита. Некоторые ведущие игроки на скамейке, но это не страшно, учитывая то, что у Зенита огромный подбор исполнителей, очень хорошая глубина состава. В конце концов, зачем этих ребят подписывали? Как раз для таких матчей, когда нужно дать кому-то отдохнуть. Что касается Рубина. Дзюпин на воротах, и это, конечно, один из героев матча. Кстати, как тут не вспомнить, что в свое время Дзюпин вроде как должен был прийти в Зенит, уже состоявшимся звездным вратарем, но тогда что-то не срослось. Может, поэтому для него матчи с Зенитом принципиальные. Мартынович, Вуичич и Грицаенко в центре защиты. Тут, в принципе, все понятно. Особо обратим внимание на то, что, конечно же, Рубин играет в три центральных. Это типичная схема для Рашида Рахимова. Причем здесь, в рамках вот этого матча, ну, все было еще понятнее. Потому что здесь нужно было, конечно, работать от защиты, от плотности и так далее. Кабутов и Рожков на флангах. Здесь же отметим Безрукова, который приписан формально к средней линии, но при этом, конечно же, очень активно помогал на флангах в защите. Иву в качестве опорника. Здесь же Зотов и Вада и Даку, ну, скажем так, формально, можно сказать, единственный чисто атакующий футболист. Остальные игроки в той или иной роли являлись либо опорниками, либо дополнительными защитниками. Вот эта фишечка, которая достаточно активно используется Галактионовым в этом сезоне, сдваивание на фланге, когда на фланге появляются сразу два игрока с опытом работы на фланге защиты, здесь это тоже использовалось. Когда Безруков появился формально в атакующей группе, но при этом очень часто углублялся для поддержки своей команды. И вот здесь мы увидели очень неровный матч по итогу. Первые минут 30 Зенит прям давил. И прям выглядело это неплохо. Зенит хорошо так раскатывал соперника, создавал момент за моментом, но, как я уже сказал, Дюпин один из героев встречи. На последнем рубеже он был как стена и тащил один удар за другим. Так что здесь огромная заслуга Дюпина, конечно, в этой победе. Если бы Зенит забил в дебюте встречи, то дальше Рубину было бы невероятно тяжело. Казанцам пришлось бы идти вперед, отыгрываться, раскрываться. А Зениту только это и нужно, чтобы поймать вас на встречных курсах. То есть для Зенита это был бы шикарный сценарий. И я даже рискну предположить, что, наверное, Семак на это и закладывался. Что нужно забить быстрый гол. А дальше, дальше игра пойдет как по маслу. Удобная для нас. И это было логично, потому что сейчас, ну, понятное дело, Зенит в сложной ситуации. У них кубок, изнурительное противостояние со Спартаком, у них чемпионат. И очень часто, в очень многих матчах Зенит провисает по ходу встречи, просто банально устает. По-другому не скажешь. И здесь, чем быстрее ты решишь все вопросы, тем легче тебе будет дальше. Дальше можно опять же перейти к более прагматичному футболу, ловить соперника на контровыпадах и так далее. И в дебюте матча, ну, в общем-то, как минимум два мяча Зенит мог забивать. Но Дюпин, Дюпин один из творцов этой победы. А дальше, уже ближе к концу первого тайма, стало понятно, что Зенит-то подвисает. В плане активности, в плане прессинга, в плане давления. Что даже появление, в общем-то, свежих, казалось бы, игроков на бровках, Монтуана и Мостового, мало что дает. Знаете почему? Потому что как раз-таки те самые фланги Рубина, где где-то даже есть сдваивание крайних защитников и крайних нападающих, которые слились здесь в тактическом экстазе в двойную оборонительную связку. То есть, когда Безруков поддерживал фланг защиты. Но это как раз и не позволяло Зениту здесь на флангах как следует разогнаться. Тем более, что фланги обороны тоже, мягко говоря, не идеальные. И при всем уважении к тому же самому Алипу, поддержка атаки при фланговой игре, это, конечно, не его сильная сторона. Объективно говоря. Поэтому уже на 46-й минуте Алипа заменили на Ираковича. Правда, тут, как бы это сказать, помягче. Хрен редки не слаще, потому что Иракович тоже не самый мощный игрок при подключениях вперед по флангу, условно говоря. То есть здесь, если менять Алипа для того, чтобы усилить фланговую активность, наверное, логичнее было выпустить Сантоса. Но он, в общем-то, остался в резерве. Ну, не знаю, может, повреждения, может, еще что-то. Может, Семак до последнего верил, что обойдутся без него и нужно дать капитану отдых. Ну, потому что Дугласа Сантоса чудовищно не хватало. На флангах было чудовищно тухо все у Зенита. И на фоне этого, в общем-то, Рубин чувствовал себя неплохо, потому что Зенит атаковал очень узким фронтом, без активности нужной на бровках. А когда все скатывается к такой, знаете, небольшой полоске поля, небольшой полоске фронта посередине, здесь, ну, получается очень плотная борьба. И атака Зенита раз за разом просто упиралась в опорную зону в лице Иву, Зотова и всех остальных, которые сюда тоже смещались по ситуации. Ну, и в итоге Рубин постепенно во втором тайме начал активничать, потому что активность Зенита только падала. И было видно, что команда испытывает колоссальные трудности. И уже на 50-й минуте Даку забивает гол. То есть 5 минут Зенит только смог во втором тайме продержаться и пропустил. И здесь, конечно, кто-то скажет, гол на индивидуальном мастерстве, потрясающий удар. Но тот факт, что Зенит позволил вот так вот ударить, это как бы говорит о многом. Дальше Рубин, как и положено, середняку в битве с фаворитом использовал вот это извечное оружие середняков в матчах с фаворитами. Стандарты. Они могли забивать два мяча со стандартов, забили один. Но, тем не менее, самое главное, что забили, и опять же Даку здесь был великолепен. Это, наверное, один из самых ярких голевых пасов в этом сезоне российской премьер-лиги. И в итоге, на те, получите, распишитесь, 2-0. Причем достаточно быстро здесь уложились казанцы, 17 минут и два мяча влетают. По ходу этого, конечно же, Зенит, уже пропустив как бы первый гол, пытался перестроиться на более атакующий лад и добавить активности. 57-я минута, например, вместо Родерегау выходит Артур. То есть очередные хитрые перестроения в обороне и выход номинального форварда вместо номинального защитника. Дальше появляется уже спасательная команда Сергеев и Педро вместо Бариоса и Мостового. То есть, опять же, нападающий и атакующий хавбек вместо атакующего хавбека и опорника. Ну и в качестве уже такого последнего довода королей Ерохин на 89-й минуте в качестве, ну, фактически нападающего столба, на которого нужно грузить, выходит вместо еще одного защитника Караваева. Так что здесь заканчивал матч Зенит с двумя номинальными защитниками. И нужно было как-то спасать ситуацию, нужно было идти в навал, идти вперед. Зенит пытался, Зенит действительно бился и, как бы это сказать, было здесь действительно жарко в дополнительное время. Тут было круто, прямо скажем, в плане драматизма. А учитывая то, что Локомотив только что в дополнительное время камбэкнулся и с 2-1 к дополнительному времени выиграл 3-2, все-таки вера в то, что Зенит может отыграться, она присутствовала. Но тут был Дюпин. Дюпин продолжил тащить. Он тащил в начале встречи, когда Зенит был активен, рассчитывая на быстрый гол. Ну и плюс, он был великолепен в концовке встречи, где он тащил, что называется, как боженька. Ну а там, где он не тащил, и Ерохин бил, казалось бы, уже наверняка там защитники с линии выносили. В общем, в конце драматизм это навалило, дай боже. И там и драки были, и навал вот этот сумасшедший. Но, но, ребят, здесь все-таки следует отметить, что Зенит, хоть на эмоциях, конечно, и побежал вперед, отыгрываться, спасаться и так далее, но в целом, как я уже сказал, было видно, что Зенит-то в плане силенок подвисает. Поэтому на эмоциях давление оказали, но забить хотя бы один гол не смогли. 0-2, мега сенсационное поражение Зенита. И, вы знаете, вот этот тур действительно поражает нас и результатами, и неожиданными разворотами сюжета. Так что здесь, мое почтение Казанскому клубу, они поехали и показали просто образцово показательный футбол, простите за выражение. В параллельном матче Краснодар добился победы. В общем, чемпионская гонка жива.